Книга-светильник, магнитная, книга-льняная и кулинарная, книга-скульптуры и даже книжка-малышка. Яркие, с крупными буквами, образами и картинками. В музее необычных изданий, который работает на базе Бресской детской библиотеки, десятки удивительных произведений литературы. Всё для того, чтобы юному читателю было увлекательно. И это лишь один из методов научить детей любить читать. Игры литературные. Мы учимся литературные ребусы разгадывать. И разгадываем кроссворды. У нас разработан целый цикл мероприятий в рамках определенных проекторов. Это и наше наследие, библиотека и творчество. И работает кружок развивающего чтения «Сочитайка», где мы читаем интересные книги живым настоящим собакам. И принимаем участие в большом количестве акций, городских акций. Поэтому очень много еще идей у нас воплощается и будет воплощено. К слову, юных читателей сегодня немало. Брестская городская детская библиотека никогда не пустует. В день сюда приходят до 150 ребят. Вячеслав Бонзаревич – один из них. Мальчику всего 10, а его скорость чтения в минуту – 120 слов. И смотря на возраст, Слава любит серьезную литературу о войне, сражениях, блокаде. Я недавно читал книгу Германа Матвеева. Называется «Зеленые цепочки». Это про то, как в блокаде завели шпионы. Они пускали ракеты, указывая этим на важные объекты. И помогли их поймать обычные ленинградские мальчишки. Марта Мельник – посетитель библиотеки тоже постоянный. Девочка пробовала читать электронные книги, но это не то. Говорит, один только запах. Настоящие книги вплетаются в авторскую атмосферу и может оживить образы. Марта мечтает даже создать дома маленькую библиотеку. Мой любимый автор, конечно, какие-то из классики, носов, драгунский. Вот Денискина рассказана очень интересно. Я читаю, ну, в школе нам задают, я всегда читаю то, что нам задают. Мне в школе каких-то авторов направляют на каких-то авторов, а я уже вот этих авторов беру какие-то другие книги. Познавательные издания, фантастика, приключения, художественная и отраслевая литература. В фондах Брестской детской библиотеки порядка 70 тысяч литературы, 30% из которой на белорусском языке. Богатая коллекция каждый год прирастает новыми экземплярами. В прошлом году более 80 тысяч изданий было взято юными брещанами. Это значит, что каждая книга находит своего читателя.